Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Я не знаю, может этими магами. Да нет, лучше я этими магами попробую. Вот пока вот так. Вот тут тоже мага сейчас поставим. Все нормально. Вот таким вот макаром я буду его проходить. Тут естественно ставим рыцарей, антиволк патруль. И в первую очередь и вот здесь вот тоже ставим дополнительного колдуна, который у нас будет тут встречать. Вот те, кто здесь дойдут. В общем, по максимуму строим везде магов. Лучники у нас только одни вот здесь. Остальные все места застраиваем магами. Ну и стараемся их апгрейдить, естественно. Так, давайте пустим волков. Я думаю, они особо не пробегут никуда. У нас друид с ними очень хорошо будет справляться. Плюс тут есть контролирующий орган. Да, не забываем, что у нас есть такая штука, как Армагеддон. Не стесняемся ею пользоваться. Против бандитов самое оно. Да, и апгрейдим, апгрейдим магов. Это нужно, не нужно забывать, что наших магов нужно апгрейдить. Денежки здесь за счет, ну, Армагеддона и вообще такой вот игры у нас появляются быстро. Ну и, в принципе, здесь врагов много, поэтому денежки сами по себе появляются быстро. Так, вот тут вот сейчас нижняя линия, естественно, будет погибать. Мы пока апгрейдим вверху мага. И вот чем больше у нас магов, тем, собственно говоря, нам лучше. Ну, тут можно еще мага поставить. Против нижней линии. Да, с нижней линии идут всегда самые крутые, вот, всякие там рыцари. Поэтому с ней, как бы, как правило, именно с ней возникают различного рода проблемы. Остальные линии бояться особо не нужно. Да, здесь, если вы видите, что они сильно далеко проходят, не стесняйтесь, используйте Армагеддон, чтобы они сильно далеко, ну, не проходили, в общем, никак. Да, и апгрейдите колдунов. Здесь. Этого рыцаря они одиночную цель, они замечательно выносят. Тут еще у нас есть маг, видите, как разваливаются бумсы, и все. С волками разбирается превосходно друид, плюс тут антиволк патруль мы выставляем. И все у нас замечательно. Так, можно это здесь апгрейдить, чтобы уже кусалась эта башня. Ну, она будет теперь и по этим. Ну, вообще, она хорошо, хорошо здесь стоит и здесь добивает. В общем, очень такая удобная башня нужная. Вот эту теперь следующую будем апгрейдивать, чтобы сверху можно было всех убивать. Так, 270, да? Маги, они что, хороши? Они хороши именно вот против таких одиночных целей, коих здесь вот довольно много. То есть, волков здесь не так много на самом деле. Так, ну и давайте, наверное, вот тут поставим колдуна, тоже его проапгрейдим. Сейчас будет довольно-таки сложная волна, сейчас побегут белые волки снизу и сверху. И вот тут вот, ну я тут уже патруль выставил против них. В принципе, ну если что, можно Армагеддоном. На самом деле, ничего страшного. В принципе, в принципе, нормально. Так, 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 так. Армагеддон просто не хочется тратить мне на такое дело. Хочется как-то так разобраться. Так, и отлично получилось. Все. На Йети вообще никакого особо внимания не обращаем. Так. Ну, сильно здесь еще мага. Тут поставим базового. Нормально. Йети вон, видите, как рассыпаются. То есть, шо их и не было. А волки, с волками замечательно справляется друид. Смотрите, толпа волков. Друид встает, бумс, всех поймал. Все развалились. Здесь у нас, это как раз анти-Йети стоит штуковина. И как бы стараемся как можно больше построить вот таких именно магических башен. Так, вот сейчас эти ракетчики противные полетят. Противные ракетчики. Я, наверное, вот здесь еще мага поставлю. Ну, их, по идее, уже наши лазерные маги, лазерные маги, должны выносить. Да, эти ракетчики сейчас особо никакой угрозы не представляют, потому как, ну, вы сами видите, с ними разбираются. Не хочу я пускать пока следующую волну. Ну, пусть, и вот теперь можно опустить следующую волну. Так, поставим здесь еще лазерного мага. Чтобы вот эти кого, наверное, нужно проапгрейдить. Не бойтесь, даже если эти волки, они сюда пробегут, тут их задезинтегрируют вот эти вот. Тут у нас куча башен, плюс друид там может подхватить, так что нормально. Здесь не забываем наращивать. Здесь у нас рыцари идут, как правило, именно тут. Так, ну вот этого мага мы сейчас тоже апгрейдим скоро. Этот, видите, сюда, тут с ним разберутся, так что не особо даже нам рад, что-то не надо. Меня сейчас больше пугают вот эти вот рыцари, которые здесь идут. Так, ставим еще здесь дезинтегратора. Наверное, вот тут я еще поставлю. Дезинтегратора. Лазерный маг. Дезинтегратор. Так. Отлично. Давайте еще здесь поставим. Это, кстати, шестая из шести волн. Видите, вообще без напряга проходится уровень. Ну, были там пару моментов, где могли там волки пробежать белые. Но особо это нас не напрягло. То есть, вот видите, можно проходить уровни без рыцарей довольно-таки просто. Один друид, остальные маги. Все. Все легко и просто пройдено. И замечательно. То есть, маговые башни довольно-таки крутые. Мне в комментах... О, а вот видите, следующий уровень только маговыми башнями нам предлагают пройти. Так, ну у нас на апгрейде маги до полного стоят. Ну, давайте на всякий случай еще вот этот апгрейд зацепим. Ну, давайте посмотрим, что тут нам на Айрон предложат. Вау. Вау. А кто побежит-то? Бандиты. В огромных количествах. Так, ну если бандиты в огромных количествах, то тогда нам желательно больше иметь башен. Чтобы бандиты в огромных количествах отваливались. Вот так вот. Ну и здесь поставим. Все. По идее, можно выпускать. Вот, с двух раз они... Просто если бы мы апгрейдили до следующего раза, все равно бы они с двух раз убивали. Так что, нормально. Так, ну и сейчас, наверное, будем вот здесь усиливать дезинтегр... Или даже вот здесь. Я не знаю где, но... Сейчас будем, в общем, денежки собирать и усиливать. Так, нет, давайте сначала все-таки застроим все доступные места магами. Апгрейдим их до второго уровня. А теперь уже пойдем в дезинтеграторов. И сейчас 216, да, надо, чтобы тут поставить. Первого такого. Да, крутой старт, на самом деле. Так, вот. Или даже в дезинтеграторов, я даже не знаю, надо, нет. Дайте, наверное, в количество пойдем. Тут наверняка... Ну, я не знаю пока. Если здесь будут идти серьезные бойцы, тогда нам, конечно, пригодятся дезинтеграторы. А если здесь будет именно много идти, тогда, конечно, нам... Ну, пока нам вообще особо ничего не надо. То есть сюда пока особо никто и не доходит. Ладно, всяко здесь нам пригодится этот дезинтегратор в конце. Так что пусть будет. То есть тут он по-любому пригодится, скажем так. Ну и тогда вот этого тоже нужно в первую очередь. То есть нижняя линия у нас немножко слабее, но мы им подмогу будем пускать. Всякую вот такую подмогу. Хотя давайте им тоже дезинтегратора поставим. Вот тут вот. И все замечательно. Вот тут наши рубятся. Молодцы, хорошо рубятся. Прям всю эту рубились. Что-то какой-то сильно простой уровень, мне кажется. Вам так не кажется? Мне так кажется. Вот тут поставим. Так, ну все, теперь у нас верхняя линия уж сильно укреплена. Там уже вряд ли кто-то придет. Сейчас я вот тут вот еще эту вышку обгрыжу. Так, давайте быстрее денежку. Ага. Вот так вот. Потом вот эту обгрыжу. Тут все-таки, наверное, здесь предполагалось играть в количество. Я думаю, я правильно все делаю. Да. Количество здесь вполне себе хорошо играется. Так, тут вызовем подкрепление, чтобы задержать как-то этих рыцарей. Так, наверное, вот тут нужно ставить уже такую башню. Ну здесь дезинтегратор из-за вверху вообще разваливает. Вот этот он тут четко стоит. Не дает никому пройти. Ну и эти ему помогают. Ну да, я вообще не представляю, как тут... Все так просто. Давайте вот эту вышку поднимем. Вот эту поднимем. О, замечательно. Так, идет большой дядька, пока его задержим. Ага, и сверху идет большой дядька. Ну давайте тогда вот эти вышки тоже поднимем. А, вот эта у нас еще центровая, можно сказать, вышка не поднята. Сейчас мы ее апгрейдим. Сейчас вот так вот. Так, все, практически все башни у нас... Ну, можно эту еще. Ладно, буду уже все поднимать. Тогда, раз такое дело. Просто тут эта волна не заканчивается. Уже для красоты чисто. Это даже... Оно особо и не надо. Но для красоты, чтобы все башни были одного уровня. Чтоб никому обидно не было. Подниму их все. Так, и теперь ты у нас будешь... Готовься стать дезинтегратором. Ага, все. А следующий ты будешь. У вас тут рыцари идут. Сейчас уже скоро. 265, сейчас... Дюнц. Следующим ты будешь... Становиться дезинтегратором. Так. Хотя тут, в принципе, мы, скорее всего, и так выиграем. Я так думаю. Так, ладно, давайте вот этих поднимем. Здесь через этот проход уже точно никто не пройдет. Ну и ты тогда следующий будешь. Давай. Все. Ну и тогда вот этих двух надо уже. Что-то сильно простой уровень для Айрона. Может, его сделали, чтобы показать, насколько крутые маги могут быть. Не, мне маги, честно говоря, не нравились, но... Ну, как, каждая башня применима к своему уровню. Не зря в этой игре есть возможность скидывать апгрейды и перераспределять их. Это сделано ведь не просто так. Так, это сделано как раз для того, чтобы вы могли в любой момент перераспределить и сыграть другими башнями, соответственно. Слушайте, ну я не представляю, как вообще здесь кто-то может пройти. Даже если толпень ети пойдет, уже у нас практически все дезинтеграторы. Тут трое остались и то. Ну, давай тебе бонус. Сейчас вот вы пойдете. Ребят, скоро, 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 скоро. Ты один остался. Просто фигачат, как из... Не знаю, как в редальверке Тесла Кольца. Так, ну и теперь давай тебя по максимуму проапгрейдим. Вот именно тебя. Вот всякую тебе. Ну не знаю, давай Савады Кедабры. Савады Кедабры начнем. Я просто не представляю, как здесь можно куда-либо пройти, кому-либо. А Вада Кедабра полностью проапгрейдим. О, колдует. Ну давай, Тетелепорт теперь ему. Хотя эта волна уже... Ну это уж очень простой уровень какой-то. Сильно он простой, да. А, во, Йети пошел. А вот ты его за АВАДА Кедабрышеньки? Хотя, тут этот Йети, блин, раз он еще даже сюда дойти не успеет. Бумс. Я не знаю, давайте вот тут вот. АВАДА Кедабра. Ага, ты его телепортировать, да, можешь обратно? Замечательно. Бумс. Что, кто-то стрельнул? Я не видел сейчас, в кого-то стрельнули. О, телепорт. Телепорт видел. А вот, чтобы дезинтегрировали Йети, не видел. Так, ну давайте тут тоже телепорт. Они так хорошо по одному идут, что их легко телепортировать. О, кажется, вот он в Йети стрелял этим своим дезинтегратором. АВАДА Кедабра. АВАДА Кедабра. Да, кто не знает, АВАДА Кедабра, это в Гариполь. Такое заклинание запрещенное смерти. Так, ладно. Прошли мы и этот уровень довольно легко. Вот такой айрон приятный играть. Хотя, менее интересно, но приятно. Так, ну уже практически все мы наши уровни прошли на айрон. Вот остался вот этот один. И если мы его пройдем, все, нужно будет идти дальше. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шарик.